Так, граждане, продолжаем наше шоу про понос и золотуху. Про понос вы уже слышали в предыдущем нашем ролике про Руслана Горинга. Теперь разберемся, что у нас с так называемой золотухой. Итак, читаем статью в Комсомольской правде. Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили. Сенатор Арашуков опоздал на свой арест и попытался сбежать. В Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаева Черкесии, обвиняемого в убийстве по меньшей мере двух человек. Фото Рауф Арашуков, самый молодой сенатор. Ему 32 года. В Совет Федерации он пришел в 2016 году. Опоздал на свой арест. С самого утра в среду в Совете Федерации что-то пошло не так. Журналистам вырубили привычную трансляцию из зала заседания. А само заседание объявили закрытым. Сенаторы обсуждают оргвопросы, пояснили журналистам сотрудники пресс-службы. Оргвопрос был один и оказался из ряда вон. Члены Совета лишили неприкосновенности своего коллегу, сенатора от Карачаева Черкесии, Рауфа Арашукова. А лично помогали им в этом генеральный прокурор Юрий Чайко и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Оба выросли как из-под земли. С утра перед главным входом в Совет не наблюдалось машин с мигалками, как это обычно бывает при приезде гостей из других госструктур. В коридорах Совета Чайку и Бастрыкина тоже не видели. И все же одну необычную деталь в то утро можно было заметить. Главная парковка перед Советом оказалась абсолютно пустой. Машины сенаторов куда-то исчезли. Видимо, место зачистили по указанию ФСБ. Рауф Арашуков самый молодой сенатор. Ему 32 года. В Совет Федерации он пришел в 2016 году. По иронии судьбы, в среду Арашуков опоздал на заседание Совета. И сразу попал с корабля на бал. Все дальнейшее напоминало для него страшный сон. К микрофону вышел непонятно откуда взявшийся Юрий Чайка. В повестке заседания его выступления не было. И зачитал постановление о снятии с Арашукова сенаторской неприкосновенности. Чайка сообщил, что Арашуков обвиняется в заказных убийствах, крупном мошенничестве и дестабилизации обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти. Материалы уголовного дела, переданные в Совет Федерации для лишения Арашукова неприкосновенности, насчитывают около 500 страниц фото. В Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаева-Черкесии. Это мы их такими воспитали! Прямо во время выступления Чайки Арашуков поднялся со своего кресла и нет-нет, не побежал, а, видимо, из последних сил сдерживаясь, пошел вверх по лестнице зала заседаний. Сенатор, чья жизнь в одну минуту перевернулась, хотел покинуть зал через третий этаж, а не через второй, который чаще всего используют члены Совет Федерации во время заседаний. В ту минуту Арашуков еще не знал, что все выходы из зала заседаний перекрыты сотрудниками ФСО. А БМВ седьмой серии, в которой в Гленищевском переулке сенатора поджидал водитель, заблокировано спецслужбами. Рауф Раулевич, сядьте на место, скомандовала попытавшемуся сбежать Арашукову Матвиенко. Как позже она рассказала журналистам, Арашуков имел право выступить и дать пояснение. Я ему это предложила, но он отказался. После этого все сенаторы, за исключением одного воздержавшегося, проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова. Но никто из них и думать не мог, что Арашукова арестуют в ту же секунду. К теперь уже прикосновенному сенатору подошли несколько силовиков в штатском. Такого еще никогда не было, чтобы прямо из зала заседаний выводили, замечали сенаторы. Правда, по их словам, выводили Арашукова довольно корректно, без наручников. После окончания заседания сенаторы разбегались от журналистов в рассыпную. Большинство из них отказались от комментариев. Особенно были напуганы женщины-сенаторы. Фото самого молодого сенатора России, 32-летнего Рауфа Арашукова, задержали в один день с его отцом Раулем, которому предъявляет обвинение в хищении на 30 миллиардов рублей. А Арашуков улыбается, делает хорошее лицо. А чего тут скажешь? Оценки пусть дают следствие, повторяли они, будто вызубренную фразу и скрывались в своих кабинетах. Это про членов Совфеда. Мужчины тоже были немногословны, но все же старались сохранять лицо. «Почему вы все сегодня так боитесь давать комментарии?» спросила я у главы комитета по международным делам Константина Косачева, который в эту минуту как раз убегал от одной из тележурналисток. «Почему боимся?» притормозил, узнав меня Косачев. «Просто какой комментарий тут можно дать? Это не в моей компетенции, и у меня нет оснований не доверять Следственному комитету». Но по-человечески я, конечно, удивлен. «Мда, показательная история, неприятная», заметил недавно назначенный сенатором от Курской области Александр Михайлов. «Но возьмем любое средство общества, везде есть такие люди. И среди предпринимателей, и среди медиков, и в депутатском корпусе. Чиновники же не с небес сюда спускаются. Они выходят из народа. Это мы их такими воспитали». Валентина Матвиенко пояснила журналистам. «Арашуков имел право выступить и дать пояснение. Я ему это предложила, но он отказался. Подробности. Член Сафеда не знает русского. В ходе допроса сенатор Арашуков заявил, что не владеет в достаточной степени русским языком и требует переводчика, который и был ему тут же предоставлен. Ранее известность получила видеозапись Рауфа Арашукова, на которой он говорит, «Если я плохо говорю по-русски, это не значит, что я не умею хорошо думать». Но возникает вопрос, если знание русского языка не является обязательным для российского парламентария, то как он умудрился учиться, сдавать экзамены и получить диплом юриста? А вот коллега Арашукова по палате, член СФ Калашников, припомним, что Рауф вполне грамотный и чисто говорит по-русски. Деньги не поддаются счету, тащите весы. По свидетельству источника, присутствовавшего на обыске в доме Рауфа Арашукова, там была обнаружена, ну, очень значительная сумма денег. Следственная бригада, поняв бесперспективность пересчитывания купюр, начала просто взвешивать пачки наличных. Обзавидуется ли полковник? Захарченко, или его рекорд останется непревзойденным? Вскоре узнаем. Фото. Рауф Арашуков делал головокружительную карьеру в российских органах власти. Но после задержания вдруг забыл русский язык. Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года. В 2000-е работал в Ставрополь, регион ГАЗ. Далее был депутатом городской думы Ставрополя. В 2008-м был назначен министром труда и соцразвития Карачаева-Черкесии. А в сентябре 2016-го стал самым молодым представителем Верхней Палаты Российского парламента. 32-летний сенатор, сын управленца и бизнесмена Рауля Арашукова, занятого в газовой сфере. Он возглавлял Газпром, межрегион ГАЗ в Ставропольском крае. И за влиятельность получил в Карачаево-Черкесии прозвище «Газовый король». В советское время Арашуков-старший был дважды судим. В 1985-м году за мошенничество, которое привело к хищению четырех тонн зерна, а в 1987-м за присвоение по подложным документам пяти тонн подсолнечника. Впоследствии эти судимости с Арашукова были сняты. В августе 2018-го года стало известно, что полиция проверяет всех бывших начальников Пятигорского, Газпром, межрегион ГАЗа, в том числе Арашукова, на причастность к хищениям, которые происходили почти 10 лет. Объем ущерба оценивается в 1 миллиард рублей. Тем временем в Главном следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела по фактам, совершенных в 2010 году убийства зампредседателя молодежного движения и советника президента Карачаева Черкесской Республики Фраля Шебзухова. В ходе расследования получены данные о причастности к этим преступлениям члена Совета Федерации от Карачаева Черкесской Республики Рауфа Арашукова. Сумма доходов, декларированных Арашуковым в 2017 году, 4 миллиона 219 тысяч рублей, а также 3 дома общей площадью полторы тысячи квадратных метров и квартира площадью 115 квадратных метров. Отец сенатора Арашукова, советник кендиректора Газпром Межрегион ГАЗа и депутат Народного собрания Карачаевой Черкесии Рауль Арашуков, один из самых известных и влиятельных людей в Карачаевой Черкесии. Прежде он руководил находившимися на Северном Кавказе региональными подразделениями Межрегион ГАЗа. На его последнем дне рождения выступал Николай Басков и присутствовали ряд руководителей силовых структур региона. За 2017 год Рауль Арашуков задекларировал 4 миллиона 963 тысячи рублей и квартиру площадью 159 квадратных метров. Юмор. Это сенаторы Верхней Палаты Российского Парламента. Совершенно они говорят по-русски. В соцсети тут же ответили на сдержание сенатора шутками. Кстати, жена дизайнер и светская львица. Супруга Рауль Арашукова Аида позиционирует себя как бизнес-леди и имеет репутацию светской львицы. Она владелица бренда или не одежды для кавказских женщин-мусульманок. Араида, которая создала в 2014 году и показала за это время несколько собственных авторских коллекций. Кстати, как пояснила журналистом Валентина Матвиенко, по закону Совет Федерации не слагает сенатора в полномочия. Это происходит либо по заявлению самого сенатора, либо по решению судов в случае вынесения обвинительного приговора. Хочу подчеркнуть, что все эти события, убийства, в которых обвиняет Арашукова, происходили до его избрания в Совет Федерации. Кого направлять в Совет Федерации и назначать сенатором – это ответственность субъекта. Предъявлены серьезнейшие обвинения. У господина Арашукова есть право, если он так считает, доказывать свою невиновность, взять адвоката. Но это уже его личное дело, заявила Матвиенко. Вопрос дня. Как такие люди становятся высокопоставленными чиновниками? Отвечают Валерий Трапезников, токарь с 50-летним стажем, экс-депутат Госдумы. А Арашуков ведь не кричал «Я взяточник, я убийца!» Нужно говорить с простыми людьми, прежде чем выдвигать кого-то. Александр Проханов, писатель, говорит, начальниками такие становятся с помощью коррупции, а задержания как раз говорят о том, что с ней начали бороться. Сергей Степашин, экс-премьер России, говорит, «Сенатора задержали в зале соседания Совфеда». Это шелчок по парламенту, что до второго персонажа, как это чудо оказалось на большой госдолжности, ведь созданы кадровые комиссии, где изучают личные дела, есть спецслужбы. Анатолий Куликов, экс-глава МВД, говорит, административные органы должны работать в связке с правоохранительными, а не в росте. А вот то, что ран коррупционеров становится все выше и выше, очень тревожит. Юмор. Ну вот, совсем другое дело. Внутри надпись «Пахан». Валерий Пузанов, самый бедный депутат Владимира, живет на 10 тысяч рублей в месяц. «Думаю, своих должностей они добились по блату с помощью мохнатой руки, многоточия». Анатолий Вассерман, политолог. «Все упирается в мужской гормон тестостерон. У некоторых его слишком много, и поэтому такие перегибы. Общество должно воспитывать этих деятелей и держать в рамках». Владимир Винокур, юморист, говорит, «Надо тщательнее изучать биографии таких людей. Почему, допустим, в театрах изучают, а в госорганах нет?» Максим Резник, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. «Сейчас невостребованная смелость, интеллект, главные критерии, лизоблюдство, подхалимаш, не нужны умные, хотят исполнительных. Они удобны, умеют подчиняться». Юрий, слушатель радио «Комсомольская правда». Большинство чиновников честные, а жулики, попадая во власть, надеются на безнаказанность. Хорошо, что это не так.